доброго времени суток всем любителям острова ребят сегодня такое вот необычное видео дело в том что один из вас наш общий коллега прислал мне свой нож на доработку это нож компании бекер посмотрите какой элегантный сейчас я вам покажу дело в том что это уже нож с истории это нож с истории и как бы человек попросил меня заменить заменить вот эти черные накладки сейчас я вам покажу что получилось здесь изначально были накладки вот такие прорезиненные как видите с такими пупырышками и вот что в итоге получилось посмотрите вместо вот этих вот черных прорезиненных накладок я поставил я поставил по желанию самого самого коллеги скажем так не люблю просто слово заказчик поставил вот такой вот оружейный орех оружейный орех был у меня в запасах посмотрите какая структура у ореха получилось нож сразу стал ну для меня каким-то скажем так более элегантным более красивым давайте попытаюсь вам на свету это дело показать посмотрите просто сам скажем так этот человек он связан с безопасностью нашей большой родины поэтому ну что может быть лучше ореха да на оружие и на ноже скажем так ну это было его пожелание поэтому пришлось это все дело выполнить посмотрите какая красота получилась сам нож очень элегантный очень элегантный посмотрите сразу такие вот мягкие цвета у этого ножа у самого да он кстати выкидной или скажем так откидной вот такой механизм ребят очень очень мне понравился этот нож хотя у меня у самого то уже есть трофейный классный нож трофейный бенчмейт вот а это прям красавчик спидлок работает как часики несмотря на то что ему парочка десятков лет я так понял не вот работает как часики посмотрите вот он в такой специальный специальным чехолчика мне пришел пенали ребят вот посмотрите как вроде бы казалось из такого серенького и не примечательного частично но такого ножа что получилось какой получился складной красавчик с таким вот плашками ребят сейчас я вам покажу еще как можно навернуть эти ножи как можно немножко апгрейдить посмотрите как работает механизм классный нож и как бы да вот такие формы у него тактического ножа которые стоят на вооружении у стран нато сто процентов потому что потому что все они более или менее похожи ребят давайте сейчас я вам покажу как можно сделать небольшой апгрейд ножей я специально уже здесь кое-чего припас чтобы кое-чего припас я как человек оркестр сам хожу сам снимаю сам кручу верчу и поэтому вам давайте покажу но предварительно показал вот посмотрите что получилось какая красота прям хочется их жалко не мой не хочется пользоваться этим ножом такие элегантные у него элегантные у него формы прям реально посмотрите а титановый цвет в купе с цветом ореха вообще придают ему вы знаете для меня я и говорю большую его и они извините и борис это как панель на мерседесе и на мерседесе точнее на бэхе вот смотрите в купе с титаном с титановым этим цветом да как в купе все это дело выглядит ребят и давайте быстренько вам покажу как можно навернуть еще нож допустим складной да соответственно можно поставить плашки поменять материал плашек будет классно да там вот был черный цвет да а стал как бы достал вот такой вот орех пытаюсь вам показать вот такой орех здесь можно сделать небольшую инкрустацию позже вашему желанию допустим есть у меня один из популярных ножей там командировочный да ребят все кто ждут исход 12 ножи командировочные они все в работе на подходе скоро будут вот можно вместо допустим каких-то стандартных плашек которые выполнены из дерева поставить кость поставить клык маржа то есть поставим клык маржа ребят но это я вам просто для примера это пульпа как бы сердцевина как бы ножа поэтому я вам просто показать куда можно поставить клык маржа и на этом клыке маржа уже сделать любой рисунок любой рисунок который вы пожелаете ну вот например смотрите вот что стандартный нож а что мы кладем на него и посмотрите какая красота посмотрите какая красота можно сделать вот такой вот апгрейд соответственно любого складного ножа можно поставить костяные плашки и на них уже сделать любой рисунок потому что на многих своих ножах я как бы специально особенно в последнее время вижу ваши скажем так изменение вашего вкуса все большее больше ножей вы заказывайте с вашей истории вы хотите какие-то рисунки вы хотите что-то памятные вам что-то ценное вам что-то о чем знаете только вы как бы да потому что вы заказываете скажем так ножи наш из истории с истории которая предложит только вам и поэтому вот сегодня такой стандартные видео я просто вам хочу показать вот так вот я не договорился что на ножах на своих на многих да я в последнее время оставляю чистые чистые местечко вот это клык маржа это клык маржа и соответственно на нем я могу сделать любой рисунок рисунок который дорог вам опа а вот и я там мелькаю привет привет любители острова вот как надполированная гарда ребят вот соответственно я соответственно я оставляю место на рукояти куда можно сделать любой нанести рисунок здесь вставочка два с половиной где-то сантиметра соответственно можно сделать целую вставку и как бы точнее целую ставку а целую рукоять и будет вообще полноценный рисунок обычно я что здесь делаю вы на моем сайте купи нож . круто можете посмотреть индейцы волки орлы сейчас парень заказал нож из с 390 в ближайшее время вам его покажу точнее он же мелькал у меня я рубил им канаты там горящие вот и он попросил сделать на ноже сделать на ноже гравировку там спартанца в профиль да и как бы и еще одну не гравировку точнее а скримшоу ребят поэтому поэтому наворачивайте ножи обращайтесь хотя знаете я лучше вас послушаю чтобы вы хотели видеть вот был бы у вас такой нож был бы у вас нож вот с такой допустим складной с плашками из кости чтобы было нарисовано на вашем ноже на моем на моем я бы с одной стороны нарисовал родимир семеновича высоцкого а на другом а на другом а на другом подумать надо чего-нибудь чего-нибудь со своим батей вот чего-нибудь из детства вот ребят поэтому что было бы на вашем ноже нарисовано вот такое вот нестандартное небольшое видео по тому как я изменил нож потому как можно поменять нож поэтому не стесняйтесь обращайтесь ну понятно что это дело кропотливая это дело требует какого-то согласования это дело требует все-таки работы но не стесняемся обращаемся подписываемся на канал можете заказать вот у меня есть ножи из с 390 из м 390 в наличии соответственно можно поставить любые плашки сейчас я делаю для рамина один такой нож интересный поэтому обращайтесь ребят и секундочку еще прям задержу вас прям буквально на пару секунд сейчас делаю несколько манипуляций вы поймете для чего просто хочу вам показать фрагмент своего нового бомбического ножа ребят фрагмент своего нового бомбического ножа мне пришлось сделать манипуляции чтобы скрыть какие-то его скажем так чтобы скрыть какие-то его формы что скажем так да но покажу вам только то что можно в данный момент показать посмотрите вот как выглядят эти костяные плашки на ноже я думаю вы видите этот рисунок два таких льва два таких льва среди вас тоже кстати много львов я знаю не стесняйтесь вот ребят покажу вам фрагмент такого вот ножа надеюсь в определенный не хочет какой срок он будет выполнен вам я думаю это понравится все и на вашем рабочем столе в вашем гардеробе возможно и появится вообще умопомрачительный нож сумма помрачительной конструкцией вот а пока только покажу его прототип прототип и соответственно рисунок который может быть представляете будет у вас вот ну скажите вы сами давай-ка наверни нам нож наверни нам нож какой-нибудь ваш какой-нибудь ваш нож и на нем будет вот такой вот рисуночек все это можно сделать поэтому спасибо вам за то что толкаете меня вперед пинаете в развитии во всем обращайтесь кузнеца акела ножи для дела и да посмотрите мы с вами одной крови на живой